Слова, имеющие общий корень и общее лексическое значение. Например, в словах «коса», «косичка», «косица» можно выделить общий корень «кос», имеющий общее значение вид прически, вид укладки волос. Но иногда бывает так, что корни звучат и пишутся одинаково, но имеют разное лексическое значение. Например, в слове «косичка» выделяем корень «кос», в слове «косить траву» мы тоже выделим корень «кос», и в слове «коса» мы тоже выделим корень «кос». Но можно ли сказать, что данные слова являются однокоренными? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно будет каждому из этих слов подобрать родственные, однокоренные слова. Итак, «косичка» – «кос», «коса» – «кос», «косица» – «кос». Общее значение – укладка волос. «Косить траву» – «корень кос», «косьба» – «корень кос», с мягким знаком, «покос» – «корень кос». Но этот корень имеет значение срезать траву. «Коса» – «косой» и «скосить» взгляд в сторону. Точно так же выделяем корень «кос», но он имеет значение, идущий непрямо, наискосок. Таким образом, мы можем с вами сделать вывод, что при похожести корней эти слова не являются однокоренными, так как они имеют разное лексическое значение. Следующая наша тема – это морфологические признаки глагола. И первый признак, о котором будем говорить, – время. Глагол может иметь формы прошедшего, настоящего и будущего времени. Посмотрим, как изменяется глагол в каждом из этих времен. Возьмем глагол «говорить» и видим, что в прошедшем времени глагол изменяется по родам и числам. Мужской род – единственное число «говорил», нулевое окончание, женский род «говорило», окончание «а», средний род «говорило», окончание «о», и множественное число «говорили», окончание «и». В настоящем и будущем времени глагол изменяется по лицам и числам, то есть спрягается. Возьмем два глагола «говорить», «что делать» и «сказать», «что сделать». И посмотрим, как спрягаются эти глаголы. Первое лицо – единственное число «я говорю-скажу». Множественное число «мы говорим-скажем». Второе лицо – единственное число «ты говоришь-скажешь». Множественное число «вы говорите-скажете». Третье лицо – единственное число «он говорит-скажет». Множественное число «они говорят-скажут». Сегодня мы с вами также повторим правописание парной согласной. Парные согласные – это те согласные, которые имеют пару по звонкости-глухости. Орфограмма появляется в том случае, если после этой согласной идет тоже согласный. В слове «березка» нечетко произносится согласный, потому что после него идет тоже согласный. «Просьба» и «паровоз» орфограмма на конце слова. Чтобы проверить, какая согласная пишется, нужно подобрать такое однокоренное слово или форму слова, чтобы после этого согласного шел гласный звук. Например, «березка» проверяем словом «березонька». После «з» идет «о», значит, в корне пишем согласную «з». «Просьба» проверяем словом «просить». После «с» идет «и», значит, в корне пишем «с». «Паровоз» ставим во множественное число «паровозы». В слове «паровоз» пишем согласную «з». И последняя наша тема – это простое и сложное предложение. В простом предложении выражена одна мысль, и в нем можно найти одну грамматическую основу, одну пару подлежащие. Исказуемое. «По шоссе мчатся машины». Подлежащие машины… Машины что делают? Мчатся. Подлежащие машины, сказуемые мчатся. В сложном предложении выражены несколько мыслей. Сложное предложение состоит из нескольких частей. Например, «По шоссе мчатся машины, а над ними летит самолет». Здесь две части, стало быть, две грамматические основы. Подлежащие машины, сказуемые мчатся. Самолет, подлежащие сказуемые летит. Части между собой связаны союзом «а», перед которым ставится запятая. Есть другой тип сложного предложения. «Я вижу, как по шоссе мчатся машины». Здесь также две мысли и две грамматические основы. Первая – «я вижу». Вторая грамматическая основа – «машины мчатся». Части соединяет союз «как», перед которым также ставится запятая. Почему Sadie Мчатся? «Усо»